МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Опасный сезон. В Чувашии участились случаи возникновения пожаров из-за поджога сухой травы и мусора на открытой территории. Работа на опережение. В столице республики прошла олимпиада среди школьников на знание правил дорожного движения. На языке музыки. Композитор Александр Чайковский напишет оперу, посвященную трудовому подвигу строителей сурского и казанского рубежей. Опасные маневры. В Чувашии участились пожары из-за поджога сухой травы и мусора на открытой территории. Виновникам грозит уголовная ответственность. Нынешнюю весну дождливо не назовешь. Более того, сильный ветер моментально высушивает прошлогоднюю траву. Это значит, что неосторожность с огнем в любой форме, будь то брошенный окурок или не потушенный полностью костер, представляет реальную угрозу населенным пунктам и лесным массивам. МЧС России напоминает, с 25 апреля в Чувашии установлен особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. В условиях особого противопожарного режима штраф в отношении граждан может достигать до 4 тысяч рублей, в отношении должностных лиц до 30 тысяч рублей. На 26 апреля 2021 года зарегистрировано 515 пожаров. В огне погибло 50 человек. Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа печей и дымоходов. В рамках рейдов жителям города Чебоксары вручают памятки для того, чтобы они знакомились с основными правилами пожарной безопасности. У нас сложилась сложная обстановка с пожарами на территории города Чебоксары. Идет рост пожаров, люди гибнут при пожарах. Да, мы у вас призываем в том числе соблюдать требования по правилам безопасности для того, чтобы вы знали, какие требования предъявляются. Вы можете ознакомиться, здесь все указано в этой памятке. Участок по проспекту трактора строителей, где спасатели назначили сегодняшнюю встречу, горел уже 4 раза. То ли из-за детской шалости, то ли по другим причинам, но он по-прежнему остается очень опасным с пожарной точки зрения. И таких территорий достаточно не только в сельском местности, но и в городах. Впереди майские праздники. Понятно, что многие потянутся на огороды, на природу, на природу в леса, в парки. И обязательно необходимо соблюдать все меры пожарной безопасности. Перед майскими праздниками субботники проходят по всей республике. Жители убирают парки, скверы, дворы. О весеннем обновлении в нашем сюжете. Еще с советских времен субботники не просто способ навести порядок. Коллективный труд объединяет людей, создает хорошее настроение. Ребята из среднекибеческой школы убирают мусороиграючи. На скорость и под любимые песни. С граблями в руках нашел музыкальное вдохновение и Дима Афанасьев. А я разросветы без слез дарит, указу для вас весну. И нарисую вам солнышко, которое будет смеяться. Согружаем листья. Очень хорошее настроение. Мы работаем сообща и дружно с песней. Мы сейчас почистим и у нас природа будет сказочной, чистой. Можем наслаждаться природой. Солнце греет. Полосу препятствий старых бутылок и сухой листва ребята проходят с легкостью. Причем насильно гнуть спину тут никого не заставляют. А там, где работа посложнее, на выручку приходят взрослые. Человек 20 работаем. Уборку делаем. То и в порядок приводим. Красоту наводим. Сотрудники администрации, медики, жители села приводят в порядок зеленое насаждение. На уборку во дворы и парки люди вышли с самого утра. Им в прямом смысле слова не сидится на месте. Решили вместе с главой администрации, всеми работниками устроить субботник. Субботник. Готовимся вот к 9 мая, 1 мая готовимся, чтобы у нас все было чистота и порядок. Месяц чистоты традиционный. В рамках экологического субботника красят памятники, фасады зданий, приводят в порядок малые архитектурные формы. В Канаше в этом году и техники больше задействованы, и людей. Около 20 единиц техники. Это щетки, это грузовые машины для вывоза, так сказать, от самого мусора. Мы же сразу же не вывозим, потому что не оставляем в мешках, иначе она разлетится, она двойной работой будем производить. Все будут задействованы на уборке прилегающих своих территорий и, соответственно, привезти в чистоту после зимы. Разумеется, обязанности коммунальных служб на горожан никто не перекладывает. Это дело добровольное. И каждый делает то, что он умеет, что ему по душе. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика. Республика активно готовится к выборам в Государственную Думу и Госсовет Чувашия. Общественные ожидания обсудили на гражданском форуме, который приурочили к десятилетию общественной палаты. Одна из ключевых тем форума – организация общественного контроля и формирование советов при органах исполнительной власти. Создание общественных советов – это важнейший шаг, поскольку они не обслуживают интересы отдельных властных структур, а действуют с точки зрения закона и справедливости. В прошлом году за Общественной палатой Чувашской Республики была законодательно закреплена возможность координировать деятельность общественных советов, органов, государственной власти и муниципальных образований. Общественная палата Чувашской Республики, мы с вами уже все знаем в этом году 10 лет, и за эти 10 лет, конечно же, Общественная палата снискала и уважение, и авторитет в среде общественности. Здесь собраны люди, как уже было вышивно и сказано, неравнодушные люди, которые стремятся изменить ситуацию, люди, которые всегда готовы отстаивать свое мнение, аргументировать. Ну и, конечно же, та работа, которую проводит Общественная палата, прежде всего, опираясь на общественные объединения, конечно же, в итоге это очень масштабное действие. Именно благодаря тесному взаимодействию органов власти и Общественной палаты в регионе запущены процессы централизации отдельных компетенций. Речь идет о кадровом обеспечении, информатизации, цифровизации и других направлениях, а это ключевой момент развития региона. Особую роль Общественная палата и другие общественные формирования призваны сыграть в предстоящих выборах. Самое главное, чего ждут от выборной кампании все участники, что кандидаты будут честны и корректны. Обсуждение их программ всенародно, а подсчет голосов прозрачен. Республика очень активно включилась в подготовку избирательного процесса. Это можно видеть и по линии Центральной избирательной комиссии республики, и по линии Общественной палаты республики. Созданы все условия для того, чтобы общественники Чувашской республики включились в процесс наблюдения, обсуждения всех стадий избирательного процесса и обеспечили должным образом открытость, прозрачность всех избирательных процедур. В республике создан Общественный штаб, проводится обучение независимых общественных наблюдателей, членов избирательных комиссий разного уровня. Решается вопрос организации видеонаблюдения и информирования граждан. Федеральный эксперт дал положительную оценку практике соглашений, которую заключает штаб общественного наблюдения с представителями политических партий и авторитетных общественных объединений. Общественные силы республики готовы включиться в организацию мониторинга создания конкурентной среды информирования избирателей. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Центральная избирательная комиссия России совместно с Минцифрой готовы протестировать возможности дистанционного электронного голосования. Этот механизм хотят использовать на сентябрьских выборах. Об этом главе республики Олегу Николаеву сообщил исполняющий обязанности председателя Центральной избирательной комиссии республики Игорь Михайлов. Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре пройдет в шести субъектах России. Чувашия пока не вошла в этот список. Тем не менее мы присматриваемся к данной процедуре и поэтому хотим принять активное участие в данном тестировании. Посмотреть в слабые и сильные стороны, каким образом можно увлекать избирателя в этот процесс. Система на самом деле очень простая. Любой избиратель, гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, имеющий учетную запись на портальных услуг, имеет возможность подать заявку. Заявку можно подавать до 7 мая, в период с 12 по 14 мая с 8 утра до 8 вечера. У жителей будет возможность проголосовать как за партийный список, так и за кандидата по одномандатному избирательному округу. Названия партии и имена кандидатов там будут условные. На встрече обсудили вопрос учреждения Дня избирательных комиссий в республике. Датой праздника предлагается утвердить 27 июля. Именно в этот день в 1995 году состоялось первое заседание ЦИК Чувашии. Реальные события на языке музыки. Композитор Александр Чайковский напишет оперу, посвященную строителям сурского и казанского оборонительных рубежей. Об этом шла речь на встрече с главой республики. Во встрече приняли участие министр культуры по делам национальности и архивного дела республики Светлана Каликова и художественный руководитель симфонической капеллы, народный артист России Морис Еклашкин. История трудового подвига поистине народная. Оборонительные рубежи вдоль реки Сура строили жители сразу нескольких районов. Еще живы люди, которые непосредственно участвовали в строительстве. При создании оперы известный деятель искусства планирует использовать чувашские народные песни. В центре будет история, какая-то лирическая история о любви молодых людей, которые потеряли потом друг друга, а потом, как ни странно, они нашлись после войны. Все это будет основано на документах, на реальных вещах, поэтому я считаю, что это должна быть абсолютно такая документальная опера, по сути. Я не знаю, была ли такая когда-нибудь, по-моему, и не было еще. Ее, может быть, мы даже назовем именно документальная опера, вот как-то так. Но сейчас, когда я уже вот так вклиниваюсь в это дело, то это очень такое волнительно и очень задевает уже, что хочется сделать такую вещь. Композитор сегодня же побывал в комплексном центре социального обслуживания столицы республики, где встретился с участниками строительства сурского и казанского рубежей. Свидетелям тех тяжелых дней уже много лет, но воспоминания живут в их памяти. Сильные морозы, нехватка еды и отсутствие теплой одежды, суровые условия той зимы до сих пор в памяти ветеранов. Каждый, кто строил оборонительные рубежи, писал свою историю победы над врагом, который рвался в центр страны, над холодом и голодом. Композитору Александру Чайковскому очень важно передать через музыку достоверную картину тех событий. Когда абстрактно, так сказать, изучаешь какие-то исторические факты, это все, конечно, очень интересно, особенно, когда ты не знаешь вообще о каких-то вещах. Но когда сталкиваешься, вот реально сидишь рядом с людьми, которые все это пережили, Сама вот эта вот эмоциональная какая-то такая составляющая, что вот эти люди, вот они вот действительно и были, как бы теми, которых ты должен сделать героями своего нового сочинения, оно очень сильно действует. В строительстве оборонительных рубежей принимали участие около 200 тысяч человек. Многих из них уже нет в живых. Истории свидетелей того времени на вес золота. Галине Николаевой 96 лет. Сейчас народ, молодожь, вообще не поймет. Но, тем не менее, народ у нас трудовой, трудолюбивый. С теми, кто не смог приехать на встречу, композитор пообщался по видеосвязи. Вспоминая пережитые трудности, сильные духом люди мечтают лишь об одном – о мирном небе над головой для своих детей, внуков и правнуков. Я желаю вам мира, просвещения, здоровья, счастья, успехов, мирного неба над головой. Ольга Семенова, Маргарита Мельникова, Игорь Сверев, Республика. В столице Чувашии прошла Олимпиада среди юных знатоков правил дорожного движения. Ребята подошли к заданиям творческим. Как правильно переходить дорогу и что означают дорожные знаки? Участники Олимпиады с легкостью отвечали на самые каверзные вопросы жюри. Ребята показали свои умения по оказанию первой медицинской помощи, фигурному вождению на велосипеде и знанию жестов регулировщика. Каждый день мы после уроков вставались и готовились к Олимпиаде. По оказанию первой помощи было тяжело. Что за чем надо делать, разные названия. Это тяжело запомнить. А на велосипеде мы пришли, у нас ничего не получалось. А потом мы стали после уроков оставаться и все отрабатывать, и все у нас получается. Сама Олимпиада проходила в два тура. В финальный этап вышли лучшие команды из 15 школ города Чебоксары. Конечно, в освоении материала ребятам помогали и родители, и учителя. Это наша ежедневная жизнь, наша безопасность. От этого зависит жизнь наших детей. Самое, наверное, сложное было готовиться по правилам дорожного движения, потому что вопросы довольно сложные, каверзные. Готовились и в классе, родители пришли на помощь. Также конкурс у велосипедистов готовились и в спортзале, и в коридоре школы. Только с начала этого года в столице республики в ДТП пострадали 11 детей. Очень важно, чтобы маленькие пешеходы владели основами безопасности на дороге. Главная цель проведения данной Олимпиады по правилам дорожного движения – это изучающая и пропагандическая форма учения юных участников дорожного движения о соблюдении правил дорожного движения. То есть игровая форма, которая запоминается в лучшей форме и доводится до детей нашего города. Победители ждали ценные призы – велосипеды, палатки и рюкзаки. Но самое главное – это знания, которые могут спасти жизнь. Ольга Семенова, Александр Атюков, Республика. Это главные новости вторника, 27 апреля. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова